всем привет это я машу вам ручкой ну и так как сегодня 1 сентября я поздравляю вас с началом осени пусть она у вас будет супер мега продуктивной максимально не знаю когда выйдет этот влог но я надеюсь что в ближайшую пару дней я вам уже пожелала прекрасной осени мы раскладываемся ли завешает брелочки вот тут палатки тут тоже палатка вот тут мы пытаемся разложиться очень меня машина задавит смотрите на штатив не ставила потому что здесь прям проезжая часть боюсь боялась что могут мой телефон уронить поэтому чуть-чуть просто сейчас поснимаю вам сбоку что мы раскладываемся потом в конце когда разложимся уже все покажем но когда мы разложились же не сказал что он поставил свой телефон на штатив и немножко поснимал как мы вначале раскладывались а я даже и не заметила что штатив телефон стоит снимает поэтому вот вам маленький кусочек как мы тут вначале в самом бегали туда-сюда же не хотел зонт поставить но у нас ничего не вышло с ним игрушек нету совсем нету игрушек все что осталось вообще все что осталось тут вот распродажа вообще с прошлого года вот эти игрушечки которые вот эти и они но вот это я сюда положил какой-то страшный пусть его за 300 купили эти вот по 250 куда-нибудь туда надо их воткнуть привет лиза она уже замученная сидит давайте подведем скромные итоги ярмарки расскажу что купили и что я еще купила но перед этим покажу котиков которых я успела связать перед ярмаркой получается ярмарка была воскресенье я в субботу вечером пришла домой и думала почитаю книгу отдохну немножечко выдохну но в чат присылали девочки котиков ну я не смогла устоять более их уже давно не вязала и я как взяла моточки вот вам вставляю фоточку и как начала в процессе у меня было раз два три четыре пять или шесть котиков что-то я уже забыла в общем вот в процессе фотку прикладываю повязала котиков довязала их кого-то утром и кого-то каких-то довязала на ярмарке вот у меня сейчас в наличии 1 2 3 4 вот они 5 котиков потому что не сразу всех выставила и кого-то довязывала на ярмарке поэтому а здесь еще нет рыженького потому что я его так ли еще и не довязала не успела может я уже потом отвлеклась и в итоге другими делами занялась потому что в процессе пока я вязала котиков мне нужно я не знаю оно само как-то получилось я просто взяла три цвета коричнево-черный и белый и у меня связалась вот такая морская свинка она получилась очень очень классной я сразу в процессе описания не записывала поэтому после того как я поучаствовал в ярмарке ее забрали причем самую первую девушка подошла и заметила я хочу эту шиншиллу то есть она купила вот эту морскую свинку фотографии которые показала как шиншиллу она и сразу приметила и буквально там минут через десять потом уже верну и через пять может вернулась деньгами и забрала ее за 550 рублей вот и мне соответственно воскресенье некогда было отвязывать и писать описание потому что я на ярмарке была весь день и потом уже в понедельник утро у меня должны были быть другие планы потому что я должна начать была уже снимать видео делать фотографии некоторые для визуальной тусовки вот вам прикладываю афишу визуальной тусовки если вы еще не видели можете поподробнее о ней прочитать в telegram канале у меня или в группе вконтакте сейчас я на этом останавливаться не буду вот и я утром поменяла свои планы села вязать еще одну морскую свинку точно такую же я прям не смогла связать я вообще не поняла как я там сделала такой такой переход белый в ночи вообще не поняла но я приблизительно такое же сделала черненькое ушко и решила вот здесь там у меня было просто пятнышко я решила здесь сделать вот такое сердечко его можно сделать и розовым и красным будет тоже красиво смотреться и кстати такой сердечко можно и котик тоже будут вот так вот делать то есть по принципу если что вот в дополнение я добавила к ласковому котику я добавила морскую свинку потому что практически по описанию его связано буквально некоторые изменения вот и вот такое сердечко хочется теперь тоже повязать и добавила это описание и вот такой вот получился осенний подарок на начало осени и всем понравился я надеюсь и буду ждать фоточки фоточки морских свинчик здесь обязательно утяжка то есть если здесь у котика например вот тут нет утяжки не обязательно ее делать он и так мило смотрится то в морской свинке вот я обязательно утянула глазки так она конечно более милой потому что без утяжки она совсем какая-то это грустненькая вода так прям милашка милашка вот это вот такой вот осенний сюрприз так что если вы еще например не видели в телеге или в контакте новость о том что я сделала дополнение к ласкову котику поэтому заходите в ваш мастер-класс по ссылочке которая у вас была и там в папочке ищите файлик новый дополнение морская свинка и вяжите таких малышек у меня забрали я же говорю самую первую и забрали как шиншиллу так все он давайте я откладываю грузчики в сторонку нет видите яркий пледик на фоне мне кажется я его не клала еще ни разу на кровать потому что обычно этот пледик у меня был на моем кресле и я на нем как бы сидела а сейчас вот он постирался и я решила почему бы не постели на кровать смотрится прикольно мне нравится еще я бы может брала бы его на ярмарке стелила бы как скатерть может надо поискать такой второй пледик потому что я этот плед купила у нас в городе в светофоре то ли зимой не помню когда так а по окончанию ну точнее в серединке смотрите какую красоту мне дали я когда участвую в ярмарках не везде дают не весь точнее я участвую в таких ярмарках где не дают никаких там писем и сертификатов дипломов в том что вы участвовали а это мой второй первый у меня был с муром а мне его в электронном виде прислали его надо бы распечатать в цветном и буду складывать просто коллекционировать вот такую прикольную письмо короче не знаю все равно это очень приятно в том плане что буду помнить что я вот там поучаствую так организатор кстати я не запомнила как женщину зовут но очень прекрасное очень доброе мне очень понравилось я ей в конце подарила маленькую морскую свинку я ей загадала угадать в какой руки она звала левую вроде бы вот и там была маленькая морская свинка и она им очень понравилась так это мой лов с ярмарки у прекрасной мастерицы которая шьет косметички сумочки мои какие-то такие в общем не знаю мешочки для хранения вот я купила вот такой мешочек я не смогла стоять потому что там был вот этот милый бэмби ну и плюс я люблю какие-то косметички и мешочки тем более что он достаточно большой и я смогу туда что-то складывать вот ну в основном что-то рукодельное я беру складывать но иногда и пригождается что-то другое также я часто куда-то езжу и скинуть сюда там например зубную пасту зубную щетку там зеркало по мелочи тоже и в сумочку положить мне прям нравится такой мешочек вообще недорого 150 рублей ну вот когда научусь шить я же уже даже уже в процессе ну как в процессе я только купила себе ткань и машинку мама дела но уже в процессе так еще купила вот такого жабика зацепила себе кстати эту косметичку тоже ручной работы девушка шила я в москве покупала на маркете вот у сюда прицепила вот такого жабика я не знаю он мне очень понравился ну вот я его и купила вот классный очень так также нам с лизой перепали пробнички мыло напротив нас сидела милая девушка и уже в конце ярмарки она нам подарила по пробнику мыло не могу открыть помогите помогите смотрите какой брусочек красивый пахнет пахнет вкусно вот такое вот оно арбузненькое и потом с удовольствием обязательно попользуюсь им и я уже потом тоже когда мы начали собираться девушки подошла и тоже также на выбор подарила игрушечку ну вот так что вот такие итоги с ярмарки ну и про покупки я быстренько тоже вам расскажу я себе написала в блокнотик что купили так мы туда приехали примерно в часу чтобы раскладываться и стояли до 18 часов и примерно к двум уже разложились и вот с 14 до 18 купили 16 игрушек и я сейчас на экран тоже выведу какие игрушечки покупали то есть вот купили 5 котиков купили 5 котиков вот таких маленьких котиков покупали причем 4 из них это которые прям совсем маленькие по 300 рублей вот одного за 350 которую извелю то я вижу тоже по этой же схеме двух зайчиков шпунтиков взяли так вот одну морскую свинку которые забрали как шиншиллу это вот дополнение ласкового котика одного дельфинчика тоже у меня из блокнотика который одну морскую свинку маленькую которая тоже в блокнотике недавно выкладывала один дина у меня даже фотографии нет даже не знаю какого может быть маленького дина шпунтика с прошлого года остались я обязала на новый год и вот у меня штук 10 где-то точно еще лежат так и четыре жабули купили одна из них была из велюты две обычные и одна мини жабка и одну маленькую желтенькую удочку все вот такие мои скромные в мой скромный улов и в целом из-за того что как бы мероприятие бесплатное все-таки это село маленький праздник я считаю что даже 16 игрушек это прям не зря съездили нормально нормально посидели с лизой я немножко походила по гуляла по ярмарке и я совсем ничего особо там не снимала потому что ничего мне было интересного но несколько столов которых я поснимала я вот вам обязательно сейчас вставлю и вы тоже посмотрите еще хочу вам показать а пряжа мне пришла я буду пробовать у меня такая была уже только серенького цвета я ее использовала вот на такого ежика сейчас посмотрите какой классный это мы будем вязать в вязальной тусовке и вот желтенький я заказала попробовать сделать любви гриву как она будет смотреться но я еще не знаю в общем заказала и как нибудь попробую здесь в подарок вот так внутри была спрятана открыточка и там много пряжи не бывает мне понравилось прикольно забавно очень классная мне прям захотелось знаете даже нарисовать какие-то свои открытки и сделать в общем какую-то серию может открыточек вот чтобы их можно было тоже распечатать в общем заказать у девочки у которой я заказывала пару раз уже отрисовку вот всякие может нам клубочки игрушки в общем надо подумать это же какие-то надписи прикольно сделать типа такой тоже пряжи много не бывает мне кажется вообще классно было бы а если бы например когда я отправляла подарок кому-нибудь из моих зрителей читателей подписчиков то было бы прикольно вкладывать какие-то такие открыточки смешные так все это в целом все что можно сказать про ярмарку еще наверное я забыла но я уже сказала что она была бесплатная была недалеко от города полчаса езды и также еще пока когда мы туда ехали утром в общем там ремонтировали дорогу и мы туда-сюда окружились никак не пришлось нам несколько раз развернуться чтобы попасть в тот поворот который нужен и все равно проехали по этому как его назвать по в общем по горячему асфальту вот когда кладут подложку под него делать вот это все в общем вся резина вся машина была в этом асфальте в общем пока доехали тоже целые приключения а потом когда приехали я к организатору подошла назывался фамилия она меня проводила на мое место а там стоял мужчина с китайскими товарами и вот у него там палатка была несколько палаток он там разложил все 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 подряд что мог и еще без палатки тоже вот так прямо расстелился кучу всего разложил ну вот женщина ему сказала чтобы он это все убирал а он это все не убирал и в общем какой то он очень вредный как будто попался не знаю но в итоге он все убрал в конечном итоге то есть как бы спустя спустя какое-то время в конечном итоге когда мы достали все три стола и он понимал что мы действительно два с половиной метра будем занимать то он не пришлось все убрать ну в общем не знаю какой то странный дяденька то есть у него в заявке было указано меньше метраж а он решил там прям распластаться на пол на пол ярмарки в общем так но какие-то вот такие итоги ярмарки и сейчас вам покажу несколько столов которых я поснимала на ярмарке вот и вот и вот 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 Сейчас. Сфоткай меня. Ага, сейчас я поснимаю, чего у тебя тут красивого. И это. Женя мне принес посылочку с Алис почты, и я, конечно же, вам сейчас быстренько все покажу, потому что видео совсем, конечно, коротенькое получилось, но плюс вот эти три минуты хоть немножечко удлиним его. Заказывала я буквально в конце августа, они приехали уже вот сейчас. Такие бананы, но они классные, очень классные, но они, конечно, здоровые. Прямо сантиметра два, наверное, даже больше, как будто три. Но в целом сойдет. Сейчас там еще другие бананчики тоже покажу. Они поменьше, но там прям стопка. То есть там прям гроздь, так сказать, бананов. А вот это первое, там один бананчик, как будто она его кушает. Ну, это так, тоже аксессуар, если захочется. В целом понятно, что это обезьянка, но с бананчиком, ну, мне кажется, эти так себе. А вот тот первый, хоть он и большой, мне прям понравился. Желуды для белочки еще заказала. Давайте посмотрим, как они смотрятся. В целом мне понравились. Прикольно. Я еще заказала другие желуды и шишечки. Как только приду, так я вам тоже сразу же покажу. Должны до 11 сентября, что ли, приехать, там было написано. Смотрится классно. Прям желудь. Прям желудь-желудь. Но грибочек в лапке, грибочек в лапке, мне тоже понравилось, как вот выглядит у белочки. Кому еще желудь-то можно? Какому зверенку? Я даже и не знаю. Еще вот морковки для зайчика заказала. Тоже какие у меня были. И вот новые попробовать. Посмотрим, как будет выглядеть. В целом прикольные. Еще заказала вот такую штукенцию. Это на шею и держать телефон. То есть штатив для телефона на шею. Но из-за того, что он не выдвигается хотя бы немного вперед, то тяжело смотреть туда в него под шею к себе и что-то снимать. Ну, может быть, пригодится. Посмотрим. Еще купила вот такие миленькие моточки. 4-4 штуки на Валберис. Не по пачкам заказывала, а по одному моточку вот этой пушистой пряжицы. Взяла на ежика два цвета. Вот. И взяла еще попробовать на левушку. Не знаю. Посмотрим, как будут. Вот. Потому что я вязала ежика из этрофилы Рэббит. Он дорогой. Но в нем 100 грамм хотя бы. А в этом моточке 50 грамм. То есть совсем мало. Вот. Я хочу посмотреть тоже и расход какой будет у этой пряжи. И как будет ложиться полотно, когда я буду делать иголочки ежику. Вот. И посмотрю, как для левушки будет смотреться. Потому что у меня на леве сейчас там другая пряжа. Там длинный ворс. А тут коротенький. Вот. В целом цвета-то красивые. Не прям сильно передается. Но цвета красивые. Прям на ежика. На иголочке. Но посмотрим, как она тоже по расходу будет. Вот. Видите, у меня у левы тут длинный ворс. И вот попробую может сделать такой. Не знаю, как оно будет смотреться. Не уверена. В общем, посмотрим. Это вот для вязальной тусовочки. И все. Побежала работать. А то уже времени совсем мало остается до начала. Спасибо большое за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.